Этот день определенно войдет в историю Акуловки. Спустя долгие годы строительства, не единожды пережив перенос срока сдачи, в райцентре был открыт новый ФОК. Юлия Бабич побывала на историческом событии. Строительная история длиной в 7 лет завершена. Физкультурный комплекс наконец доведен до ума и сегодня принял юных спортсменов. Сначала торжественная церемония открытия, показательные выступления, а после первые соревнования по баскетболу. Занятия и соревнования здесь уже расписаны на ближайший месяц. Он очень светлый и красивый, и это для меня прям какое-то, я не знаю, я очень рада, что на Акуловке есть такое заведение теперь. Будешь здесь заниматься и чем? Каким видом спорта? Я думаю, что пока что неизвестно, какие тут открываются секции, кружки, но я думаю, что я обязательно посещу что-то и буду ходить. Универсальный игровой зал, помещения с тренажерами, раздевалки, кафе, административные и технические помещения. Все это обошлось почти в 150 миллионов, 32 из которых средства федеральные, остальные областные. Мы не вправе заставлять людей по 7 лет ждать такой важный объект, поэтому было принято решение. Объект был передан в муниципалитет, была областная субсидия, ну и коллеги дальше блестяще справились, я считаю, с той задачей, которую сами себе и поставили. К счастью, негативные последствия затяжной стройки удалось исправить, они были не критичными. Действительно, там были моменты, связанные с косметикой, что-то протекло, что-то отломали, что-то в результате того, что не было ограждения и охраны, повредили подростки. Но мы сразу же создали автономное учреждение, сразу же организовали сторожевую охрану. Дальше доделали, исправили. Ростехнадзоры, управление капитального строительства проверили качество, претензий нет. Но это не единственная хорошая новость для района. Вместе с перспективой развития спорта в муниципалитет пришла и возможность получить дополнительные налоги. Начинают реализовываться те решения, о которых мы говорили в прошлом году, что помимо того, что мы в муниципалитеты передали налоги с упрощенки, то есть налоги с малого бизнеса, также от вновь регистрированных предприятий в первый год 80% региональных налогов передается в муниципалитет, во второй 60%, в третий 40%, в четвертый 20%. То есть от каждого предприятия, которое либо появилось, либо стало налогоплательщиком. И это соглашение с компанией «Сплат» стало первым и знаковым для региона. Оно закрепляет обязательства руководителей производства юридически перевести бизнес в Новгородскую область. Глава Акуловского района Сергей Кузьмин анонсировал, что дополнительные налоговые поступления пойдут на строительство в муниципалитете нового детского сада на 140 мест. Добавим, что после этого губернатор провел встречу уже с главой Боровического района и местными бизнесменами. Из Акуловского района Юлия Бабич, Галуст Гивандян, Новости, Новгородское областное телевидение.